на портал x get поступил вопрос почему когда ты творишь добро людям хотя вытирают ноги знаете люди добра не понимают грешные добра не понимают и они даже принимают это как не надо слабость человеческую и вот ну вот очень хорошо есть прошу прощения за жаргон лох сейчас мы будем доить я прям вот это жаргон этих людей и сейчас выразился но вы знаете добро то все равно надо делать потому что вот эти люди которые так рассуждают как я сформулировал только что внешне сейчас на люди несчастье не знают а человек который делает добро он может быть счастлива это не говорю что так сказать не надо быть осторожным пример в коммерческих делах или этого жизни надо быть осторожным всяко сомнение но не бояться делать добро пусть рассуждением на него сделал про конечно вот если человек явно такое сомнению честности не можете стоит станется ли у него поручителем в банке или там что-то вот что связано с деньгами потому что все на можете обмануть и потом поставить тебя в тяжелое такое состояние материальное вот но вот тут вот так мы не обе а такое добро мы не обязаны делать быть получили им банка в банке за мошенников но вот в принципе добро даже людям которые это не ценится надо сделать более того господь если ты это сделаешь добро за добро тебе не похвалит наоборот как-то похулит он тебе больше погодите свои даст если будешь бороться свои обиды обиды ты сделал добро тебе сделано зло а ты будешь бороться с обидой ты был почувствуешь 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 бога почувствуешь то что теньки там философские трактаты некая там литература вообще ничего никогда не объяснит и не заменит ты почувствуешь бога почувствуешь удивительную радость вот не они священник рассказывал когда он был диаконом ну я был конфликт там на пустом месте совершенно как сейчас бывает с алтарником кто был старше такой вот как-то вот зал тарик стал его немножко так так ножка ним потрунивать какие-то вещи такие делать вот и а но диакон был такой христианский настроенный он стал за алтарником молиться христу молиться хорошо вот я даскать удостоился нету сейчас немножко так начали африк просадить во время службы литургии так сказать и ну преследовать еще очень здорово все прямую ангелью так вот восхитился и когда он это как-то так почти подумал это вот такая радость внутри не рассказывал что он будет ну и подольше бы меня так вот и гнобил бы только эту радость не потерять но не удалось ему такой подвиг пойти там это батюшка который служил увидел вот эту ситуацию смотрел 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 потом на этого алтарника поставил на место вот и не удалось диакону так сказать и живо святых попасть вот но он об этом жалел поэтому вот пожалуйста так сказать когда человек делает добро получает зло и потом все-таки остаться верным христу это очень важно что остаться верным христу в этот момент чтобы добро свое не потерять а для этого надо быть христа верить что чем плохо для человека неверующего то сделал добро и зло ну все и потому что озлобленность ну кучу за добро все добро это плохо мне от этого плохо больше добра делать не буду буду таким жестким волком всех буду рвать ну и станет он злым человеком будет вам это плохо а точка верен на христу верит во христа и верен христу то вот эту ситуацию он как для себя внутреннее решит ну какой-то диакон мой знакомый хорошо конине и там еще что-то и у него то сказать и будет не уныние радость поэтому-то этим смущаться не надо но повторяя это только возможно если ты веришь в христа внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео